Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный, у микрофона Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. И по традиции начинаем наш выпуск с цифр статистики. А она такова. С начала года в Минске на пожары ИЧС спасатели выезжали уже более 730 раз. За это время на пожарах погибли 3 человека. 15, в том числе один ребенок, пострадали. Из опасных зон работниками МЧС были спасены и эвакуированы 580 человек. Остановимся на более значимых происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. Спасением человека закончилось в понедельник ЧП в доме на проспекте Независимости. Около 11 вечера в службу спасения по телефону 101 поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении подъезда. Пламя охватило мусор и хозяйственные вещи на площади в 10 квадратных метров. Рядом с местом возгорания в бессознательном состоянии спасатели нашли 56-летнего мужчину, который отравился дымом. К счастью, его удалось спасти и сейчас он находится в больнице. Из квартиры этого дома на Независимости спасатели также эвакуировали еще 30 человек. Вероятнее всего причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, а именно зажженная свеча, с которой мужчина спустился в подвал из-за отсутствия там света. Окончательную же причину пожара назовут специалисты после выяснения всех обстоятельств ЧП. Во вторник серьезных по своим последствиям происшествий в городе не зафиксировано. А вот в среду предположительно короткое замыкание электропроводки холодильника стало причиной еще одного ЧП в Минской многоэтажке. Пожар случился около 7 часов вечера на улице Славинского. К моменту приезда спасателей двушка на третьем этаже уже горела открытым огнем. В одной из комнат находилась пожилая женщина. Это была 85-летняя хозяйка квартиры. Пенсионерка травилась дымом и получила ожоги. К счастью, ее удалось спасти. Сейчас она находится в больнице, но врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Минск чрезвычайный. Проблемы с электропроводкой за последние пару месяцев погубили в Минске уже не один десяток авто. Ночью в четверг на улице Корженевского горел припаркованный трехлетний Хонда Аккорд. Предварительно установлено, что пламя вспыхнуло по причине короткого замыкания в моторном отсеке японского седана. Другие автомобили были припаркованы очень тесно, и еще до приезда спасателей пламя зацепило соседнюю машину. Огонь повредил лакокрасочное покрытие стоящего рядом Линкольна. Кстати, очень редкого для нашей страны американского седана. В этот же день, но только утром, пожар вспыхнул в одной из многоэтажек на улице Русиянова. Из предполагаемого эпицентра огня, находившегося в нежилом помещении на втором этаже, бойцы МЧС спасли 43-летнего мужчину. С сильным отравлением продуктами горения и ожогами 32% тела разной степени тяжести он был доставлен в больницу. В общей сложности из горящего дома были эвакуированы 12 жильцов, двое из которых дети. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась. Сейчас специалисты выясняют причину этого пожара. Наиболее вероятное – неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшим. Предположительно, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Конец недели преподнес неприятности очередным автовладельцам. В субботу ночью на партизанском проспекте огнеборцы тушили загоревшийся около двух часов ночи 26-летний грузовик «Фиат Дуката» с прицепом. Рядом с полыхающим итальянцем был припаркован легковой фургон «Форд Транзит». Ему также досталось. Огонь повредил заднюю часть автомобиля. У «Фиата» же повреждены моторный отсек, кабина, лакокрасочное покрытие, передние фары и стекла. А в воскресенье вечером на улице Уруческой горел «Мерседес-Бенц» CL600. На момент возникновения пожара автомобиль находился в движении. Но, к счастью, водитель успел остановиться и отойти на безопасное расстояние. Пламя очень быстро объяло машину. Огонь потушили прибывшие работники МЧС. Предположительно, причиной автовозгораний выходные стало короткое замыкание. А на сегодня это все о происшествиях. Берегите себя и своих близких. До следующего вторника. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.